Я почему-то прав, с другой стороны, во многом не прав. Давление шло с стороны и Евросоюза, и с стороны России. Давление шло, в данном случае, в большей степени не на Армению. Армения – это гораздо менее серьезный вопрос. Давление шло, в первую очередь, на Украину. И давление шло огромное с обеих сторон. Именно Украина была такой вот своего рода точкой, куда были с ним смещены все веторы усилий. Гораздо меньше внимания было причема на ассоциирование членов, например, Молдавии. Ну, Молдавия, там есть фактор Румынии, это отдельная история. И тут гораздо все сложнее, чем с Украиной. Или проще для кого-то. Гораздо меньше внимания было делено Грузии. Понятно, что Грузия свой выбор уже сделала интеграционный в свое время. Россия тоже свой выбор сделала, признав независимость от Хаджио-Носетии. И здесь сложно что-то было изменить. Ну, а после того, как ситуация с Украиной оказалась нерешаемой, так как этого хотела бы Россия, и Украину она заставили, именно заставили ее, в первую очередь, европейцы, сделать выбор или-или, после этого пришел черед Армении, к которому поставили вопрос, связанный, опять же, как я уже говорил, и как мы все знаем, понимаем, связанный не с экономикой, а с политикой, в первую очередь, с безопасностью. Здесь все понятно. И могу также отметить, что кроме заявлений господина Фюле, были другие заявления, звучащие от чиновников Брюсселя и других стран Европы, которые были гораздо более толерантны в отношении к выбору Армении и к действиям Украины, чем заявления Фюле. Возможно, Фюле не может погоничиться. Бывает. Спасибо.